Вот не помню, я рассказывал, нет, такую историю смешную, я услышал, по-моему, как раз до отъезда. Глеб, помните, приезжал, большой рассказывал, как у нас общих знакомых такая смешная история произошла с маленьким мальчиком Даней, который утром зашел в спальню и маму не нашел. Не рассказывал я? Ну, в общем, маленький мальчик, он заходит к родителям рано утром, а мама где-то, видимо, в одеялах там ее не видно. И он говорит, папа, а мама где? А папа решил пошутить. Он говорит, а мама с Даником в садик ушла. Он такой стоит, а я где? Ну, как бы, знаете, смешно, но дети иногда говорят смешные, но очень умные вещи. И я вот специально хотел с этой истории начать, потому что вот этот вопрос, а я где? Он очень философско-духовный, на самом деле, вопрос. Часто такой другой вопрос мы слышим среди верующих людей, а где Бог, например, да? Или такая фраза часто используется, нужно искать Бога. Да, в Библии говорится о поиске Бога, но чаще всего это говорится о взывании к Богу. И иногда люди говорят, где Бог? Но я думаю, более корректно спросить, где ты, а не где Бог. Потому что Бог, он нормально, он на месте всегда, он никуда не теряется, с ним ничего не произошло. Проблема произошла в Эдемском саду не с Богом, а с кем. И кто спрятался, кто потерялся на самом деле? И кому Бог обратился? Адам, где ты? Этот вопрос, он всегда остается, где ты, а не где Бог. И бывает в нашей жизни, что мы, даже верующие люди, не всегда переживаем реальность Бога, нам иногда кажется отдаленность, или мы не знаем, где он, почему он сокрылся от нас. Поверьте, Бог в прятки не играет. Он не занимается такими делами, не придумывайте про него это. В прятки играем мы на самом деле. На самом деле, в таких ситуациях лучше задать вопрос себе, а я где нахожусь? То есть, что со мной произошло? Бог, он любящий отец, он всегда повернут нас своим любящим лицом, и если что-то случилось, то мы отвернулись от него. Наверняка есть причина, которую Бог покажет, где нам покаяться и развернуться обратно в его сторону. Но я сегодня хотел поговорить не о личном каком-то переживании Бога, а о нечто другом, о церкви. И для церкви очень важно знать, где Бог. Потому что иногда тоже бывают какие-то запутанные понятия, какие-то неясности. То есть, мы собираемся, Бог должен прийти или не прийти к нам. Но знаете, Бог — это не Дед Мороз, который нужно ожидать и кричать к нему. Или, знаете, к Снегурочку, как зовут? «Приди!» «Давайте громче, дети, закричим!» «Дух Святой, приди!» Бог говорит, «Ну, не сегодня, громче кричите!» Не знаю, откуда такая практика духовная взялась. Я как-то не встречал в Новом Завете. На самом деле Иисус очень просто сказал. «Двое или трое соберетесь, я буду посреди вас». Мы определяем, именно мы определяем то место, где Бог проявится. И Он не говорил, что вы должны собраться и ждать или приглашать Меня. Он сказал, что «Я в вас обитель сотворю, я буду вечно вас, я вас не оставлю. Дух Святой всегда будет в вас». И если мы, конечно, желаем на самом деле реального проявления Бога между нами, нам нужно просто правильно собираться. Нам не нужно играть в мистику, приглашать, чтобы кто-то приходил к нам, потому что Бог не приходит ниоткуда, Он в нас ходит. То есть Он не приходит с потолка, из биосферы какой-то там, или непонятно, где Он находится. Бог совершенно ясно сказал, где Он находится. Он пребывает на высоте небес, это понятно. Но также где? В сокрушенном и смиренном сердце Он пребывает. То есть там, где Он на высоте небес, нам туда не надо залазить. Не торопитесь, Ему свое время. Но сегодня мы находимся во времени и в пространстве. Во времени и в пространстве Бог сегодня не благоволит находиться в каких-то рукотворных храмах. Сегодня Бог не благоволит находиться в каких-то, может быть, специальных местах, отведенных для Него. Сегодня Бог благоволит находиться внутри сердца человеческого. И каждый из нас, он есть носитель живого Бога. Но когда мы читаем Евангелие, мы видим, как Бог был на земле. Мы видим, как в определенном времени и пространстве проявился вечный и бесконечный. Это трудно понять умом, потому что наш разум ограничен. И я хочу вас воодушевить, что когда мы окажемся в вечности, мы все равно не поймем до конца все. Потому что творение никогда творца не познает. Даже ангелы до конца не понимают его. Да, мы увидим его, так как он есть, потому что пока мы в теле, мы устранены от него. Но все равно в вечности мы все равно до конца все не поймем. Поэтому лучше уже сегодня заранее успокоиться. Сегодня уже заранее не бунтовать своим мозгом и не пытаться Бога понять. Хороший ответ. Понять Бога невозможно. Не напрягайтесь, потому что это вредно для психического здоровья. Но в Евангелиях Бог совершенно себя явил в Сыне Своем. И Бог многократно, многообразно обращался к людям в пророках. В последние же дни Он говорил в Сыне Своем. Бог находился в человеческом теле. Но в день Пятидесятницы Иисус Христос поменял тело. И что теперь является Его телом? Скажите мне. Мы. Правильно? Именно не я, а мы. Важно понять, когда мы смотрим на Евангелие и видим, как Иисус жил, что Он творил, это все сегодня должно продолжаться. Это не было, знаете, времена Евангелия, и сегодня счастливые времена воспоминания евангельских историй. Что мы должны вспоминать? О, какие времена были! На самом деле Иисус сказал, что вы будете продолжать все это. Это возможно лишь только в том случае, если мы являемся Его телом. Ни один человек сам по себе не способен отразить Христа в полноте. Вот в чем вопрос. Минимум сколько должно быть? Двое. Даже еще до того, как Иисус воскрес и был вознесен, Он уже учеников послал, даже минимум по двое. Нехорошо быть человеку одному, и Бог никогда одному человеку не даст в полноте какую-то определенную духовную власть или духовное выражение. Неполезно для человека, потому что Он кумиром сразу станет. Бог делает нас взаимозависимыми друг от друга. Можно было бы так сказать, что Он берет, допустим, несколько человек, это контур тела Христа, растрягаются на такие пазлы. И вот эти пазлы должны быть собраны правильно. Вот эти части. И каждая часть взаимозависима от другой части. Поэтому Иисус сказал, когда вы двое или трое собираетесь во имя Мое, что? Я где? Уже не просто вас, Я посреди вас. То есть, Я определенным образом начну проявляться между вами. И совершенно понятно, когда молитва Иисуса последняя в Гефсиманском саду. Самое последнее, о чем Он взывал к Отцу, Он знал, что последнее нужно просить. Он говорил, Отец, да будут они едино. Как я в тебе и ты во мне, да уверуют мир в посланного тобой Иисуса Христа. Да будут они едины, как мы едины. Его последняя молитва была о единстве верующих. Сколько разделений в мире среди христиан. Потому что дьявол боится единства. Как только церковь начинает собираться в единстве, это та церковь, которая начинает сразу одолевать врата ада. Один в поле не воин. Когда мы начинаем быть правильно собраны во имя Иисуса Христа, Духом Святым, тогда в этом месте проявляется авторитет, величие, слава, сила Божья. Наверное, здесь нет ни одного человека, который бы не желал видеть реально Божью славу. Мы все верующие, мы хотим, правда, мы хотим, чтобы Бог реально проявлялся. Чтобы было больше демонстрации Царства Божьего. Победы жизни над смертью. Чтобы болезни уходили, правда? Замечательно, если мы будем видеть больше исцеления среди нас. Если мы будем видеть, как люди освобождаются, потому что, когда человек освобождается от демонического духа, Иисус сказал, это Царство Божие приближается. Как замечательно, когда мы видим откровения Божьи. Но здесь есть такой духовный секрет. Если мы все это хотим, мы должны понять, никто из нас не способен на это. На это способны только мы. Аминь. Здесь нет ни одного человека, который сам по себе мог этим всем обладать. Ни один человек не может обладать полнотой выражения Христа. Минимум должно быть двое. Двое, трое, четверо, пятеро. И тогда Христос начинает выражаться. Почему? Чтобы вся слава принадлежала выражению Христа, не отдельной личности человеческой. Бог очень мудро все продумал. Как раз индивидуализм и препятствует этому. Когда люди начинают себе выбирать кумира или думать, что от одного человека все зависит. Бог никому своей славы не отдаст. Когда мы собираемся вместе, нет такого порядка вещей, что кто-то один придет. Например, пастор. У него в кармане ключи от Царства Божьего. Петр ему перепоручил их, наверное. Все сидят, ждут. Кого ждете? Пастора. У него ключи от духовного сейфа. Он приходит, что? Открыл. Кому откровение? Получи, Сережа, откровение. Можешь улыбнуться. Не надо сидеть с таким лицом. Проповедь хорошее. Исцеление кому-то нужно? Идите к сейфу. Я открываю и всем раздаю. Вы понимаете символику, которую я сейчас... На самом деле, секрет в том, что сейф открывается всегда минимум скольки ключами? Двумя. В Царстве Божьем никогда у одного человека нет ключей. Никогда. Всегда у кого-то второго второй ключ. Только двое могут этот сейф открыть. Чтобы один, знаете, не был таким, что все за ним ходят. Насколько мы зависим друг от друга. Видите? Слово Божие говорит, что мы имеем ум Христов. Ум Христов это способность получать от Бога сверхъестественные откровения. Это не значит, что Бог... О, вот этот самый умный. Я ему доступ дам к уму Христовому. Нет. Есть люди, которые имеют дар учителя, которые могут сложные вещи просто объяснять. Есть такие. Немногие становились учителями. Некоторым свыше это дано. Некоторым дано душепопечительство, пастора. Разные издарования в теле, но никогда один человек не обладает всем. И сверхъестественные откровения от Бога, как правило, приходят посреди церкви. Они не даны только одному человеку. Бывало ли у вас такой опыт, что, например, кто-то проповедует, а ты вдруг получаешь дальше откровения, даже то, что он не говорил. У кого был такой опыт? Поднимите руки. Вы видите, как Дух Святой действует? А вполне возможно, ты должен был это и сказать даже прямо сейчас. Иногда Бог желает, чтобы проповедь выстроилась прямо во время служения церкви. У нас сегодня было так в Хайфе. Утром в монастыре я проповедовал, а потом Бог раз одному дал второму откровение, и проповедь сбалансировалась и интересно пошла даже в другом русле. В том же совершенно. Она очень обогатилась помощью других братьев из церкви, которые тут же в зале сидели. Но мы, конечно, иногда не готовы. Страшно, смелости, может быть, не так выстроена. Но культура собрания еще не позволяет что-то делать. Но все-таки мы должны стремиться, потому что церковь, она должна выглядеть так. Когда мы собираемся вместе, у каждого что-то есть. Бог через каждого что-то может дать. Через кого-то, возможно, иной язык. Через кого-то истолкование. Через кого-то пророчество. Через кого-то откровение. И чем больше людей будут участвовать, тем сильнее Христос будет проявляться. Поэтому сегодня у Христа тело – это мы. Каждый сам по себе не тело. Правда? Порознь мы кто? Члены. Но только если мы вместе, мы являемся телом Иисуса Христа. Просто же, правда? Все понятно. Нам нужно быть вместе как можно чаще и как можно больше. Поэтому, наверное, Первая Церковь постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Каждый день в храме и по домам. Чем больше, тем больше Христос проявляется. И апостол Павел особенно имел откровение о Церкви. Он говорит, что это тайна, которая была сокрыта от веков. То есть даже ангелы не знали эту тайну. Даже ангелы сегодня пытаются вникнуть в то, что выражается через Церковь. Вот так сказано. Он говорит, что сегодня Бог себя через Церковь выражает свою премудрость. И ангелы до конца не могут вникнуть даже в это. И именно этой тайной является новый человек, о котором говорит апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам. Что Бог создает нового человека из разных людей. Из язычников, из евреев, из мужчин, из женщин. Составной человек. Понимаете? То есть как бы такая личность, которая составляется из разных личностей. Это, ну скажем таким, я другого слова не могу найти, совокупный Христос. Мне очень сложно какие-то слова находить к тому, что я хочу объяснить. Новое творение. Новый человек это не просто ты или я. Это мы. Я сам по себе не могу в полноте быть, отражать Иисуса Христа. Потому что полнота только среди нас. Только когда мы вместе, когда мы собраны воедино, правильным образом в Духе Святом. Давайте откроем четвертую главу послания к Ефесянам. Посмотрим практически, как это должно происходить. С первого стиха посмотрим. Итак, я узник в Господе умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны. Со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, и как вы призваны к одной надежде вашего звания. Аминь. Тело без Духа что? Мертво. Если мы не собраны воедино Духом, мы мертвые. То есть мы не проявляем Иисуса Христа. И здесь говорится очень интересно. Старайтесь сохранять единство Духа. Значит оно уже существует. Нам не нужно его сделать. То есть тело Иисуса Христа уже существует на земле. Нам важно сохранять это единство. И это единство, оно не только вот в нашем кругу здесь находится. Мы можем по-своему видеть церковь, но Бог по-своему церковь видит. И хорошо бы нам немножко увидеть церковь глазами Бога. И у Бога сколько, думаете, церквей есть на земле? Он всегда говорит об одном. У него одна невеста. Сколько тел у Иисуса Христа? У него есть католическое тело, православное и много протестантских. Очень. Но вы же понимаете, что такого не может быть? На самом деле мы понимаем, что Бог видит единую вселенскую, соборную, кафолическую и разные просто термины, которые употребляются. Одну церковь. Вызванных из мира и собранных Духом Святым. Мы не видим все это. Мы не видим эту церковь. Ее контуры проходят через все динаминации. Это люди, рожденные Духа Святого. Мы не можем это видеть. Это новый человек. Это огромный человек. То есть контур огромного человека, огромного тела, состоящего, возможно, из сотен миллионов людей. Нам же сказано всеми силами сохранять единство Духа в союзе мира. Что препятствует единству Духа? Что препятствует? Плоть. Что разделяет верующих, скажите мне? Апостол Павел говорит, если вы плотские, то что между вами? Распри, разделение, разномнение. Людей разделяет только плоская греховная природа. Дьявол через это действует. Каким же образом мы с вами должны сохранять единство Духа? Во-первых, вы согласны, что мы в этом должны быть заинтересованы? Не надо мечтать о великом пробуждении, о славе Божьей. Если между нами нет единства, ничего не будет. Это все сказки и фантазии. Бог не придет на Новый год, чтобы нас сильно удивить. Если мы хотим проявления Бога, это зависит не от Бога, а от нас. Все, что нужно, Бог сделал. Он сегодня говорит, вы должны сделать то, что вам нужно сделать, и вы увидите славу Божию. Каким образом сохраняется единство Духа? Здесь говорится об этом, смотрите, во втором стихе. Четыре составляющих важны. Помогите мне, скажите, какие? Для того, чтобы было единство Духа, что нужно? Четыре составляющих. Первое. Смеренно мудрие. Второе. Третье. И снисхождение друг к другу в любви. Просто? Просто или сложно это? Хорошо, пойдем от обратного. Что разделяет? Что не дает быть в единстве, скажите мне? Четыре пункта, которые разделяют верующих и не дают соединяться. Высокомудрие. Или высокоумие. Или сама себе наумеумие. Второе. Гордость. Третье. Нетерпение и неснисходительность, жесткость по отношению друг к другу. Уж к тебе мы не спустим. Все просто. Пока это есть, чего мы можем ожидать вообще? Когда мы собираемся вместе, у каждого, знаете, не откровение от Бога, у каждого свое мнение, свои комментарии, мнение на мнение, свой комментарий на свой комментарий. Вы знаете, сколько у нас комментариев на комментарии, на комментарии, комментарии на Евангелие от Иоанна? Встречаемся, 3-5 человек, начинаем. Кто что думает? И пошло, и поехало. Друзья, Иисус вообще этого не говорил, что мы уже говорим там. На самом деле, как правило, там что написано, то и написано. Как правило, там все понятно обычно. Надо просто брать и исполнять. Иисус сказал, идите и научите исполнять то, что я вам сказал. Он не сказал, идите, научите комментировать то, что я вам сказал. Или идите, научите комментировать комментарии, то, что другие комментируют на комментарии Моей Евангелия. Слово Божие говорится для исполнения, а не для комментирования. Потому что если мы комментируем, каждый своим умом комментирует. И Слово Божие не растет тогда. Но когда мы принимаем Слово Божие верою, растворяем нашу верою, Слово Божие начинает расти между нами. Оно начинает проявлять силу. Оно начинает проникать до разделения души и духа, составов и мозгов, судить нас. А нам это не нравится. Режет потому что. Так лучше я откомментирую его, откорректирую. И сделаю обрезание неркотворное. Чтобы Слово так оно, гладенько, мягко так, оп, проскочило. Так вот, когда мы собираемся вместе, нам прежде всего нужно каждому принять решение не мудрствовать. Сверх того, что написано. Друзья, не мудрствуйте сверх того, что написано. Мы должны смирять свой разум. Кто согласен, что похоть разума самая страшная похоть? Кто понимает, о чем я говорю? Такой есть киножурнал «Хочу все знать» был такой в Советском Союзе. То есть разум после грехопадения все время чешется. Его зудит постоянно. То есть он не может смириться, успокоиться. Он просто травмирован. Его как отбили в Эдемском саду. Он постоянно болеет этой паранояльной болезнью. Все вычислить, все понять. Притом ничего понять не может на самом деле. Запутывается в трех соснах. Когда мы собираемся вместе, нам нужно смирение глубокое в нашем разуме. Для чего? Если я смиряюсь, ты смиряешься и ты смиряешься. Между нами откроется разум Христов. Откровение Божье от Духа Святого. И поверьте мне, это нечто другое, чем наш моразум человеческий. Потому что каждый из нас троих пришел со своими предрассудками. Мы имеем мнение, часто не рассуждая. Где-то услышали, где-то запомнили, где-то нас зомбировали. В каких-то там религиозных организациях, динаминациях. Где-то мы по телевизору это услышали. И у нас в голове, знаете, уже бетонное клише. И мы слушаем что-то, общаемся, мы не ждем откровения. Мы не пришли голые, пустые. Мы не пришли открыться перед Богом и сказать, Господи, откройся среди нас, учи нас. Мы пришли высказать свою глупость. Мы пришли показать свое высокоумие, которое есть что, безумие перед Богом? Так вот, для единства нужно очень большое смирение разума. Следующее, что нам нужно? Кротость. Кроткий это не только Миша, который тоже не всегда кроткий, кстати. Кроткий это Дух Христа. Иисус сказал, придите ко мне и научитесь. Кто вообще понимает слово кротость? Что это нет слова крот? Нет, вы понимаете? Макс, понятно? Как на иврите? Вы понимаете по-русски слово кротость? Или непонятно? Какое на иврите это слово, похоже, есть? Не, нет, чтобы это понятно было слово кротость. Это не знаю, это кипит у тех, кто уже в местах не столь отдаленных, но вечно находится. Там уже и кипит, знаете, и жарится. Возмущенный разум вечно кипеть будет там. А смиренный разум в вечном покое находится. Так вот, кротость это то, что Иисус призывает нас научиться. Он говорит, придите и научитесь у меня, потому что я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Когда мы собираемся вместе, если у нас есть какие-то свои интересы, мы что-то хотим свое здесь, понимаете, мы не можем смириться. Когда мы собираемся вместе, мы должны находиться в кротком состоянии. Когда мы все вместе, нам необходимо что? Долготерпение. Кто кого-то терпел когда-то? Или такое в церкви невозможно? Мы все любим друг друга, нам все нравятся. Мы все приятны друг другу. Ни разу никто мне не был неприятен. Такого не может быть, правда? Это не в церкви только. А? Наоборот? А что, при выходе на улицу церковь закончилась или что? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Бывает так, что тебя кто-то раздражает в церкви, в обществе христианском? А? А бывает так, что кто-то есть такой, когда ты слышишь, что у него что-то хорошее случилось, тебе плохо стало. Я знаю, что у вас такого не может быть. Это не у вас, да. Это у нас. А бывает так, что у этого, у которого все хорошо, вдруг все стало плохо, у тебя перераз, что тебе хорошо вдруг. Это тоже не про вас, я знаю. Такое не случается с верующими. Это только антихристы такие вот есть. Вы поймите, наша греховная природа ее не изменить, она такова на самом деле. И нам нужно в Духе Святом Божье долготерпение по отношению друг к другу. Любовь прежде всего выражается в чем? В терпении. Любовь долготерпит. Любовь это не эмоциональное восхищение. Хорошее служение. Гормоны ударили в голову. Я люблю вас во Христе. А если я еще покушал хорошо, если я знаю, что у меня на счету в банке все нормально сегодня, я вас особенно люблю. Но любовь, она долготерпит. Любовь имеет способность выносливости. Она может, как сильная лошадь, вытащить все трудом своим. Вытащить любого человека. Она постоянно, она не стоит на эмоциях, на чувствах, она стоит на воле. То есть человек в воле Божьей отдает свою волю. И хорошо ему, плохо ему, чувствует он, не чувствует, он долготерпит и служит. Понимаете? Любовь, она имеет более глубокую и сильную природу, чем просто внешние колебания чувств человеческих. Если мы говорим о той любви, которая туда-сюда, вот и говорят, я люблю, я не люблю, все. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что не люблю уже. Это просто химия организма, это не любовь. Духовная любовь Божья, она верная, она не изменяется. И Бог нам дал эту любовь, нам нужно просто открыться в этой любви. Если мы будем так относиться друг к другу, во-первых, не в высокоумии, не в гордыне, если мы научимся снисходить друг к другу любовью, если мы будем собираться как можно чаще, как можно больше, я понимаю, что мы имеем право на свою личную жизнь. Или не имеем? Какое ваше мнение? Только честно. И что значит? То есть, это значит, это как-то ответ такой, догадаться нужно в смысле. Или ты, Иисус говорит, со мной или не со мной. Если ты пошел со мной, то у тебя нету личной жизни, твоя личная жизнь моя, Он говорит. Так сказано? Так оно или нет? Или иначе, говорит, не надо со мной ходить. Господи, так что, у меня теперь нету личной жизни? Нет. Ты теперь наш. У нас теперь совместная личная жизнь. Хорошая новость. Твоя личная жизнь, она теперь наша. Мы теперь коллектив. Я понимаю, что у нас отторжение есть от нашего прошлого коммунистического, которое все извратило. Но идеи-то они из Библии взяли и извратили. На самом деле, каждый из нас часть общей жизни Божией. Разве вы не читали, что верующие имели вообще все общее? Какой ужас. Это же коммунизм у них был. Вы знаете, что у них все общее? У них не было частной собственности. У них все было, у них общак был, у них все общее было. Они продавали и раздавали кому сколько надо. Нам даже помыслить об этом невозможно. Неужели ты этого можешь достичь в современном христианстве? Но так оно было. То есть, когда Дух Святой могущественно действовал, это приводило именно не просто к мистическо возвышенным вещам, это была реальная практика жизни. Люди имели все общее, собирались каждый день вместе и жили как одна большая семья. Вот так можно сказать. И не было нуждающихся. И не было тех, у кого больше. Потому что у кого больше отдавали, кому меньше. Коммунизм какой-то, правда? Ну коммунизм это обман. А то, что делает Бог, это правда на самом деле. Так вот. Четыре фактора, которые помогают нам быть правильно собранными. Какие? Смиренно мудрее, второй. Кротость, третий. Снисхождение в любви, это четвертый. Третий. Долготерпение. И пятый еще хотите? Очень важный. Ну любовь вообще, это совокупность совершенства уже. Пятый, это, по-моему, сейчас скажу, это же глава. Четвертая глава послания к Ефесянам. По-моему, двадцать четвертый стих. Двадцать четвертый, двадцать пятый. «И облечься в нового человека». Мы сегодня говорим о новом человеке, да? Ну то есть облечься в нового человека. Кто это понимает? Это же не просто какая-то метафора. Облечься в нового человека. То есть одеться в нового человека. Кто такой новый человек? Это мы. Для того, чтобы одеться в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истины, мы должны что сделать? Отвергнув ложь, говорить истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Для того, чтобы между нами проявился Христос, смотрите, когда мы двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, это не значит, что магия, он тут же проявится. Он проявится между нами, если мы будем открыты друг к другу только. Если мы не открыты и нечестны друг по отношению к другу, мы не открыты ему, не открыты друг к другу. То есть духовный принцип не работает. Для того, чтобы Иисус был проявлен среди нас, мы должны говорить правду друг другу и не говорить ложь, потому что мы члены, представляете, нос будет уху говорить неправду. Или глаз что-то там умолчит. Или у вас, представляете, почка решила сама по себе что-то там не сказать, сигналы в мозг не подать. Ну, как бы так, затихарилась. В человеческом теле, если какой-то орган работает ненормально, то что? Все ненормально. В человеческом теле, когда все нормально, когда все гармонично, взаимосвязано и все работает. Все отлажено. Апостол Павел не случайно такой символ взял для объяснения церкви? Если мы хотим реального присутствия Бога, нам нужно захотеть быть откровенными друг по отношению к другу. Честными. Незакрытыми, нелицемерными, непридуманными, ненапускным поведением. Не то, что во мне что-то есть, но это мое личное, я никому не открою. Вот пока в нас все такое есть, пока мы не открыты совестью друг друга, мы не открыты. Дух Святой не может функционировать между нами. Потому что мы закрываемся. Потому что Христос проявляет только тогда, когда мы открыты Ему и совести ближнего. Апостол Павел говорит, мы открыты Богу, и мы открыты вашим совестем. Мы полностью, мы обнажены перед вами. Он часто это употребляет, правда? Он говорит об этой открытости, от честности полной. Он говорит, смотрите, я есть, какой я есть. Я не закрываюсь под каким-то поведением, под какой-то маской, под какой-то, знаете, религиозной странностью. Я вот, я естественный. Вы меня видите снаружи, я такой же изнутри. Я полностью цельный, настоящий, естественный человек. Кто из вас так может сказать сейчас? Никто, да? Или кто-то может, или боится. Но правда, то, что я рассказал, как-то привлекает. Хотелось бы быть настоящим, искренним, настоящим. И знаете, не побояться. Не побояться быть честным перед всеми. Я понимаю, что это сложно. Вы не подумайте, что я говорю о простых вещах. Я говорю о сложных вещах, на самом деле очень сложных вещах. Потому что мы выросли в обществе, которое сделано замкнутыми, закрытыми. Мы боимся открыться. Сколько раз вы открылись, вам наплевали туда, были такие случаи? Сколько вы боли пережили в своей жизни? И проблема в том, что человек, он одет в такое, как бы его душа, она не оголена и не открыта. Он постоянно одевается в разные костюмы в обществе. И самая проблема, что когда приходит домой, наедине с сам собою, он остается еще в какой-то пижаме. Его душа тоже в какую-то пижаму одета. Он даже сам себя не знает. Он уже настолько как бы закрывается, даже сам перед собою как-то. Вот такая закрытость, она не дает церкви быть церковью. Это большая проблема, ложь. Это большая проблема, неправда. Это большая проблема, неестественность, которая часто выглядит какой-то религиозностью, внешней набожностью, возможно. Давайте не будем себя вести так, кем мы не являемся. Давайте мы будем, постараемся быть здесь, на улице, дома, везде одинаковыми. Можно так захотеть? Я не говорю, что это сразу получится. Друзья, кто понимает, о чем я говорю? Ну что в молитве мы не одеваем, в молитву мы специально голос не включаем. У нас, знаете, есть, как в синтезаторе, это мой голос, это молитвенный голос. Со своим лексиконом или еще как-то там. Я сразу, или я как-то Библию особенно там, особым голосом читаю. Я должен быть самим собою. Когда мы общаемся, мы должны быть открыты друг перед другом. Честные полностью. Наши молитвы должны быть честные. Мы должны молитву говорить по правде. Поэтому, когда мы будем стараться быть честными, мы будем намного меньше молиться и меньше говорить. Потому что мы уже будем думать, что мы вообще говорим. Слово Божие говорит, не будьте многословны в молитве. Иисус первое, что сказал, когда Его спросили, как нам молиться, Он сказал, не будьте многословны, как язычники. Каждое ваше слово, вы ответите за него. Вы должны думать, что вы говорите перед Богом. Вы же не перед друг другом это говорите. В Экклезиасте написано, когда ты приходишь в Дом Божий, будь более готов к слышанию, чем к говорению. Потому что Бог на небе, а ты на земле. И пускай твои слова будут немногие. Но вы не пугайтесь, Бог-то милостивый. Он до сих пор нас пощадил и дальше будет миловать. Но хорошо идти к совершенству во Христе. Хорошо возрастать, пока мы не будем в совершенный возраст Христов вырастим. В совершенный возраст Христов вырастает не человек, а церковь, это тело Христа. Совершенный возраст Христов это зрелые, духовные, честные взаимоотношения между братьями и сестрами. Вот это возраст Христов. Это не просто, что один вырос среди нас, а все остались малыши. И все ходят там, за штанину дергают. Дядя пастор! Ну чего тебе, сестра? А вот что Бог тебе говорит там про меня? Сейчас пойду спрошу у него. Вы понимаете, мы должны вместе расти. Мы одно тело. Не может ухо быть более взрослое. Мы должны вместе возрастать. И этот рост идет через взаимоскрепляющие связи, через наши искренние, глубокие, возрастающие отношения. Если мы начнем быть честными, если мы смирим свой разум, если мы будем искать кротость, дух кротости, то есть мы не будем выставляться, мы не будем на себя одеяло тянуть, потому что во Христе нету уже какого-то особенного органа, особенно помазанного. Понимаете? Кто такое слово помазанник слышал? Слово помазанник – это ветхозаветное слово. Оно сейчас иногда часто употребляется в новозаветник, в церквях непонятно зачем. В новом завете нету помазанников. В новом завете помазанник – один Иисус Христос. Вы нигде в новом завете такое слово не найдете. Помазанники были в ветхом завете, и не надо проповеди из ветхого. Вот Давид был помазанник, и я помазанник. Ты не Давид, слава Богу. Давид это был Давид, а ты Олег Иванов. И ты не менее уникален, чем Давид. В Новом Завете помазанник это минимум два, но никогда не один. Понимаете? Когда двое собраны, тогда помазанник проявляется. Помазанник это тело Христова, которое проявляется минимум из двух членов. Нет такого, что один помазанник приехал и всех помазал. Потому что помазание в нас пребывает во всех. Оно истинно, и не ложно. Мы живем в Новом Завете. Бог уже в храме не находится. Но голову уже и лень не выливают первосвященникам, царям и пророкам. Это все были прообразы той реальности, в которой мы находимся. Они желали бы жить в этой реальности. Они только духом пророческим вникали в эту реальность. Дух Христов произвещал вот эту будущую реальность, в которой мы с вами сегодня живем. Да мы самые счастливые, мы тело Христа. Давид не мог сказать, я тело Христа. Моисей не мог сказать, я тело Христа. Даже народ избранный израильский не мог сказать, мы тело Мессия. А мы можем это сказать. Нету большего призвания, чем выразить Христа на этой земле. Но никто из нас индивидуально это не сделает. Мы все нужны друг другу. Мы все взаимозависимы. И нам нужно с этим согласиться. Аминь. Поэтому нам нужно собираться постоянно. Нам нужно жертвовать всем, чем возможно. Все свободное время искать кого-то ближнего и быть вместе. И верить, что когда мы вместе, тогда Христос проявится среди нас. Когда мы вместе, мы сильны. Иисус сказал, я создам церковь мою. И что? И врата ада не одолеют ее. Никто из нас индивидуально не может победить дьявола. Никто. Победа только Христу принадлежит. Он под нашими ногами, когда нам минимум двое или трое. Мы не можем противостоять вратам ада. Это один человек не может. В христианстве не существует супергероев, суперменов, бэтменов, черепах-ниндзя. Нету такого в христианстве, что, знаете, приедет супермен, сейчас к нам приедет, с бесами разберется и уедет дальше разбираться. Сила не в одном человеке, а сила в единстве. Наша сила не в конкретной личности, а наша сила в наших взаимоотношениях. Понимаете? Важен не просто я или он, а важны мы и наши отношения. Несложно понять, куда дьявол бьет больше всего. Несложно сделать выводы, почему сатана пытается разрушить отношения между людьми, разрушает семьи. Потому что взаимоотношения мужа и жены – это прообраз Христа и Церкви. Разрушит он семью, он разрушает Церковь этим. Почему в последнее время такие удары идут на семьи? Почему? Потому что сатана знает – разрушаю семью, разрушаю Церковь. Взаимоотношение Церкви и Христа – это прообраз. Он просто направляет все силы на это. А мы должны все силы, наоборот, направить, чтобы сохранить все это. Чтобы противостать. Не важно, что в мире происходит. Да пускай там 99% разводятся. Да не будет у нас этого. Потому что мы тело Христово. Мы не дадим дьяволу разделять его. Мы будем смиряться. Мы будем терпеть. И стоять за единство. Духа в союзе мира. Аминь. Но я думаю, продолжим еще эту тему. Потому что важно к практике переходить. То есть, когда мы собираемся вместе, в единстве, Христос будет проявляться через нас. Кто верит в это? Ну что, Христос, это не во мне пришел сюда. Я не Христос, вы знаете? Не дай Бог человеку такое сказать. Если сказал человеку, то все, уже пора отвозить. Но я могу сказать, мы Христос. Я могу это сказать. Мне слово позволяет сказать, что мы – это Христос. Мы – тело Его. Это возможно сказать только с мы. Но я не могу это сказать. Один человек – это сумасшедший будет. Но когда мы вместе, мы можем сказать, вот, мы собрались вместе. Зачем мы собрались? Чтобы Христос выразился из тебя среди нас. Мы для этого собрались? Какая цель наших встреч? Если Иисус сказал, там, где собраны двое или трое, Он определил понятие собрания. Так? Для чего мы собираемся теперь, скажите? Там, где собраны двое или трое, то что? Для чего мы собираемся? Чтобы проявился Христос. Мы собираемся здесь не для другой цели. Мы собираемся для той цели, чтобы Христос проявился. Если мы будем этого ожидать, за это молиться, верить ли что-то будет происходить? Нет сомнений. Если мы этого не видим, Бог говорит, ну, проблема-то в вас, не во мне. Проблема в вашем высокоумии, в вашей гордыне, в вашем нетерпении к друг другу. И у вас нету милости даже подначение к друг другу, вы не снисходительны в любви. Мы на каждом служении принимаем причастие в Евхаристию. О чем это говорит? Апостол Павел говорит, как причащаемся от одного хлеба, так и мы единое тело, он говорит. Мы каждый раз показываем, что мы одно. Мы каждый раз входим в завет с Богом и друг с другом. Мы находимся в заветных отношениях. Мы кровные братья и сестры. Это значит, что по понятиям кровного родства мы должны душу положить друг за друга. Иисус говорил об этом. Представляете, к чему Он нас призывает? Стремиться к тому, чтобы мы даже могли душу положить за ближнего своего. Я понимаю, что об этом трудно помыслить, но Он нас призывает об этом мыслить? Вот это кровный завет. Мы сейчас сегодня, те, кто в завете с Богом, через крещение, мы снова будем обновлять и подтверждать завет с Ним и друг с другом. Почему сказано, если ты идешь к жертвеннику, имеешь что-то против кого-то, или даже он против тебя имеет, стой, иди, разберись с ним вначале. Не подходи лучше. Если ты имеешь осуждение, или ненормальное сердце, или какую-то ссору с тем, кто тоже подходит, вам не нужно подходить, потому что ваш завет нарушен сейчас. Идите, примиритесь между собой, и потом идите к жертве снова. Бог совершенно не так смотрит на наши взаимоотношения, как мы часто смотрим. Мы иногда поверхностно недооцениваем, но для Бога это не так. Если мы где-то совершили зло и не исправили, это пожизненно висит на нас. И если мы честны, мы в совести это знаем. Так оно или нет? И если есть возможность исправить, вы сколько каетесь, не каетесь, камень не упадет в сердце, пока вы там не решите это. Потому что Бог говорит, проблема не со мною и с тобою, а с тобою и с Ним. Иди с Ним и решай. Потому что есть очень легкий способ решать проблемы, ссориться с людьми, а каяться перед Богом. Потому что Бога не видно, я с Ним и разберусь. А этого видно, с Ним тяжело разбираться. Видите, какая хитрость бывает? Да не будет такого между нами во имя Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, давайте будем стремиться к честности, к открытости, к скромности, к сокрушению, к долготерпению и к нисхождению. Прошу вас, будьте снисходительны ко мне в любви даже в этой проповеди. Не судите меня строго. Я человек. И каждый из нас человек. Никто никогда не обладает правом на истину. Вся истина только Христу принадлежит. Каждый из нас имеет свой элемент лжи. Мы люди. Аминь. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.